Здравствуйте, меня зовут Софья Ряшки. Хочу поделиться с вами впечатлениями об одной из просчитанных мной книг Дина Сабита «Где нет зимы». Мне понравилась эта книга тем, что она повествует об проблеме детей-сирот, о проблеме судьбы детей-сирот, и рассказывает о том, что как в один момент твоя счастливая жизнь может перевернуться с ног на голову. Книга повествуется от лица двух героев, это мальчика и девочки, а также их мягкие игрушки. Все начинается с того, что девочка и мальчик сидят вечером поздно одни дома и ждут свою маму. Как выясняется потом, она еще придет не скоро, и в течение этого времени они должны самостоятельно существовать. Мальчик Павел, ему 13 лет, в этот период становится очень самостоятельным. Он понимает, что у него такое количество денег, и что он должен заботиться о себе, о доме и о своей маленькой сестре. Также он говорит своей сестре, некому не рассказывать, что мам нет, потому что мама придет, а их могут забрать. И мне кажется, он подсознательно понимает, что если их заберут, то, скорее всего, его разлучать сестрой. И он этого боится. Потом, когда уже выясняется, что они живут одни, без присмотра взрослых, их забирают в приют. И в приюте дети сталкиваются с детьми-беспризорниками, которые выросли в неблагополучной семье, и которые оттуда стараются сбежать. Дети их не понимают, почему у них есть мама, у них есть папа, у них есть дом, почему они пытаются оттуда сбежать. И это еще одна проблема, которая понимается в этой книге. В приюте ребята столкнулись с некоторыми проблемами, которые им помогли решить их домовой, оставшуюся в старом доме, игрушка Ляйка и девочка Юлька, которая живет с Гулей в одной комнате. Что могу сказать по итогу? Книга мне понравилась. Я считаю, что каждый должен ее прочитать. Книга учит сопереживанию, пониманию, что из любой ситуации можно найти выход. Также я уверена, что, прочитав эту книгу, у вас перед глазами или в голове будет пример, который представляет из себя Павел. Пример человека, который в сложной ситуации не только ведет себя как человек своего возраста, и там впадает в панику, в растерянность, а наоборот становится самостоятельным, понимает, что от его решений зависит не только его судьба, но и судьба его младшей сестры, о которой он всячески пытается заботиться и отградить ее от каких-либо переживаний. Я считаю, что такой брак должен быть у каждой девочки.